5 типов кошачьих личностей Ветеринар Лорен Финка из Университета Линкольна провела исследование 200 кошек и описала 5 кошачьих личностей, которые основаны на генетике, жизненном опыте и обучении. Но для чего же нужно это знать? Знание типа личности кошек может быть не просто интересным фактом, а способом узнать больше о своей кошке. Первый тип личностей – кошка-человек. Это кошка, которая любит компанию людей. Она выражает это часто, мурлыкая на коленях хозяина, массируя его лапками, участвуя во всех домашних делах. Такая кошка скорее предпочтет компанию человека, чем игры со своими собратьями. Кошка-человек общается с людьми с раннего возраста и, как правило, имеет хорошее воспитание. Она чувствует себя в безопасности рядом со своим человеком. Такой питомец предпочитает быть в компании и не любит оставаться в одиночестве, а любым развлечениям он предпочтет те, в которых примет участие любимый хозяин. Второй тип личности – кошка-кошка. По характеру очень похоже на кошку человека, но в данном случае она предпочитает компанию других кошек и может часами играть и мять своих собратьев. Обычно это кошки, которые жили с матерью, братьями и сестрами до соответствующего возраста, поэтому в совершенстве знают кошачий язык. Обычно они не скучают за хозяином, который уходит из дома. У них есть отличная компания. Таким кошкам лучше всего жить в паре. Третий тип личности – кот-охотник. Известно, что все кошки по натуре охотники, но кошки-охотники тем более. У них очень дикий и яркий характер. Они часто отказываются играть с мячиками или другими простыми игрушками, а выбирают реалистичные – мух, бабочек, птичек – и часто приносят мертвых животных своим хозяевам. Во время игры кошка с таким характером становится безумной и пытается по-настоящему охотиться на все, что попадается в ее поле зрения, включая руки и ноги хозяев, поэтому она часто может царапать человека. Но и к ласке дикий зверь относится не слишком благосклонно. Такой кошке нужна свобода передвижений, поэтому она плохо приживается в ограниченном пространстве. Четвертый тип личности – любопытная кошка. Такая кошка очень любознательна и самоуверенна. Обычно она тщательно исследует каждый уголок дома в поисках интересного. Она всегда радостно встречает хозяина с шуршащими пакетами и исследует их содержимое. Дома они не могут пройти мимо предмета, не ознакомившись с ним и не потеревшись о него. Любопытная кошка проводит полный контроль над всем, что находится на ее территории. Обычно это кошки, привыкшие с раннего возраста к присутствию всевозможных животных, людей и предметов в своем окружении. Таким кошкам просто необходимы прогулки на шлейке для исследования мира. Пятый тип личности – одинокий кот. Такой кот не ценит социальные контакты. Возможно, из-за плохой социализации или травмы. Ему нужно больше времени, чтобы приспособиться или завоевать доверие новых людей. Как правило, он очень независим. Такой кот не любит, когда его берут на руки или отвлекают от дел. Ему нужно больше личного пространства. Но это не значит, что ему совсем не нужен хозяин. Просто он сам решает, когда ему хочется тепла и любви. Поэтому важно не игнорировать котика в такие моменты, а уделять время, чтобы он почувствовал себя любимым и привык к вам. Знание особенностей характера питомца поможет хозяину наладить с ним более тесную связь. Типы личностей кошек могут комбинироваться, но в любом случае какой-то из них доминирует. Кроме того, исследователи отмечают, что тип характера кошки не меняется в течение всей жизни. Поэтому важно воспитать питомца с самого детства и сформировать его характер. А какой тип личности у вашей кошки? Пишите в комментариях.